Сегодня годовщина аварий на Чернобыльской АЭС. Последствия взрыва 32 года назад ликвидировали около 600 тысяч человек со всей страны, в том числе и из Тюменской области. Сегодня в регионе, проживая чуть более 700 чернобыльцев, в Тюмени у памятника на Минской ликвидаторы вспоминали своих товарищей. Лариса Соловьева продолжит. Это видеоэкскурсии в Чернобыль 2012 года. А цифр на дозиметре спустя много лет после аварии им становится не по себе. Ведь там они находились сразу после взрыва реактора. Только таких приборов раньше не было. И сколько каждый день ликвидаторы получали радиации, точно теперь уже не скажет никто. Вот дозиметр. Все эти приборы и все остальное это было как бы... Большой, большой погрешностью. Эти ручки ликвидаторы носили с собой, а в конце дня узнавали, насколько подверглись облучению. Журналы записывали не реальные, а правильные цифры. Но радиацию не обманешь. Зубы начали на куски кусками отломаться. Вот, в Тюмени приехал, у меня знакомая врача зубной. Она мне около 20 зубов за раз удалила. Большинство этой командировки откликается до сих пор. Вот она знаменитая рыбайка. А рядом вот показывают, сейчас убрали, завод, который я захоронял. Прошло 32 года. В Чернобыле они пробовали не больше месяца, двух, но с легкостью узнают местность и вспоминают. Чудесная рыбалка была, охладительный пруд. Там карпы зеркальные, такие карпы, значит, громадные, там по несколько пудов, да. И мужики говорят, ох, мы сейчас зажарим сметану, значит, я взял, поймал карпа. А вот припять. Скелеты, голова 500 миликов светится, мясо 250. Сегодня за экскурсию в зону гид получает около 30 тысяч рублей. Их в самое пекло бросали бесплатно. Опасность не ощущалась даже на крыше реактора. Вид такой панорамный, очень красивый с крыши. И когда вот человек поднимается, эта радиация, она не ощущается. Никто не стреляет, никто не убивает. Ничем не пахнет. Ничем не пахнет. Невидимая смерть. Каждый год, 26 апреля, они начинают с возложения цветов к этой доске. Аркадий Гущин, начальник ТВИКу, руководил на месте аварии инженерными войсками. Потом перемещаются к памятнику Борису Щербине. Он возглавил правительственную комиссию по ликвидации последствий. Все приходилось делать впервые. Подобных катастроф человечество не видело. Героями мы себя не считаем, а просто простыми людьми, которые приняли участие, выполняли приказы и распоряжения. Четыре года строили саркофаг. За это время сотни тысяч людей прошли через Чернобыль, спасая ценой своих жизней весь мир. Лариса Славьева, Максим Плюхин. Тюменское время.